Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. Судьба России решалась в Смольном, там, где собралось руководство партии большевиков. Большевики взяли власть в октябре 1917 года, но вообще-то они взяли власть для того, чтобы осуществить мировую революцию, создать мировое коммунистическое сообщество, в котором не должно быть ни государственных границ, ни правительств, ни армии, ни полиции. Но пока этого еще ничего не было, и решили, что надо все-таки сформировать правительство. Название придумали, Совет народных комиссаров, Ленин сказал, о, хорошо, какое слово замечает Совет народных комиссаров, так по-революционному. Посмотрев на Троцкого, сказал, ну что же, вам, наверное, надо возглавить правительство. Почему он обратился к Троцкому? Потому что под руководством Леодовича Троцкого большевики взяли власть, свергли временное правительство. На что Троцкий сразу же ответил, что нет, конечно же, главой правительства должны быть вы руководитель партии большевиков. Ленин не стал спорить, принял на себя эти обязанности и тут же предложил Троцкому стать министром внутренних дел, ну, народным комиссаром по внутренним делам. И Троцкий категорически отказался, он объяснил Ленину. Я считаю, сказал Троцкий, что в нашем правительстве вообще не должно быть евреев. Это почему же, сказал презрительно Ленин, мы такое великое дело затеяли, будем на каких-то дураков обращать внимание. Что Троцкий дипломатично заметил, ну, что дураков предостаточно, и надо это иметь в виду. Он категорически отказался от роли министра внутренних дел. Вообще не хотел брать никакого правительственного поста, хотел заниматься журналистикой. Но Яков Михайлович Свердлов, руководивший партийным аппаратом, сказал, что Льву Давидовичу надо поручить иностранные дела. Какие могут быть у нас иностранные дела, поморщился Владимир Ильич Ленин. Но, тем не менее, Троцкий вошел в состав первого советского правительства народным комиссаром по иностранным делам. Льву Давидовичу Троцкий фигура, действительно сыгравшая немалую роль в российской истории 20-го столетия, но его роль выходит за рамки отечественной истории. И, кроме того, Троцкий, пожалуй, одна из самых ненавидимых фигур. Преданные коммунисты считают, что на самом деле он был немецким, ну, раньше считалось, что немецким, а теперь американским агентом. Те, кто считают, что коммунисты увели Россию с исторического пути, ненавидят его за то, что он как раз организовал взятие власти большевиками. А националисты ненавидят его за то, что он еврей. Чем же был на самом деле Льву Давидовичу Троцкий, какую роль он сыграл и как на него надо вот через призму истории с пути о столетии смотреть. Он на 9 лет моложе Владимира Ленина, вырос на юге в Херсонской губернии. И его отец, который хотя бы был неграмотным, но вполне успешно агробизнесом занимался, арендовал землю. Землю евреям не продавали, может было только арендовать. Он арендовал и Троцкий прилижал к семье, где не жаловались на текущую жизнь. Кстати говоря, его отец всего лишился в результате Октябрьской революции, что его не сильно порадовало. Троцкий окончил семилетнее училище. Но сейчас семилетка кажется каким-то жалким образованием, а в царской России образование было очень серьезным. И окончившее семилетнее училище получал очень серьезный объем знаний. Троцкий хотел заниматься математикой, собирался поступать на математический факультет университета, но в нем очень рано проснулся политический темперамент и искренняя страсть защищать попавших в беду, попавших в обиду, угнетенных, трудящихся. Он очень рано приобщился к социалистическим идеям и оставался им верен на протяжении всей своей жизни. Его взгляды развивались, но базовые принципы остались те же. Он был преданным марксистам. Он считал, что подлинное благополучие на земле возникнет только тогда, когда не будет никакого капиталистического строя, когда не будет капиталистов, помещиков, когда не будет угнетений, когда все люди будут равны и смогут нормально жить и работать. Это очень быстро привело его к столкновению с царской властью. Его арестовали, посадили, что его совершенно не испугало. Это одна из характерных черт Троцкого. Невероятное мужество. Он никогда действительно ничего не боялся. И он очень рано, в очень молодом возрасте стал заметен в социалистическом движении. И когда началась первая русская революция, после неудачной русско-японской войны, то он был очень заметен. Создался в Санкт-Петербурге первый совет рабочих депутатов. Сначала возглавил такой Хрусталев Носарь. Его арестовали. И после этого Петроградский совет возглавил молодой, ему тогда лет 26 было, Лев Давидович Троцкий. Он в первую русскую революцию стал одной из самых заметных политических фигур в среде вот такой левой оппозиции. Ленин был не очень заметен. Про Сталина еще никто не знал. Вовлетен Шплеханов, очень известная фигура, отошел в тень. А Троцкий стал невероятно заметен. Его, естественно, опять посадили. Приговорили к пожизненной, бессрочной ссылке. Он по дороге просто бежал. В ту пору это можно было. Отправился за границу, где присоединился достаточно большому сообществу эмиграции. Он начал издавать первым газету «Правда». Она выходила два раза в месяц. Троцкий вступил там в полемику с Владимиром Лениным. Надо сказать, кто читал Владимира Ленина, тот знает, что ругались тогда левые социалисты, весьма интеллигентные люди, просто как извозчики. И потом, это будет цитироваться, что вот, Ленин видел, какой Троцкий негодяй. На самом деле точно так же Владимир Ильич отзывался о людях, с которыми потом будет дружить и работать. Впрочем, с Троцким будет работать. Таков был стиль. Это не британский парламент, достопочтенный джентльмен, не прав. Социалисты выясняли между собой отношения просто вот самым таким откровенным образом. Но это была важная полемика. Кристаллизовались позиции. Они размышляли о чем-то, двигались вперед. У них формировались какие-то представления о том, что они хотят делать. Хотя в ту пору они, пожалуй, все друг друга не любили. В 1917 год, ну, все революционеры, естественно, такие левые, были против войны. Соответственно, когда они находились на территории стран Антанты, Россия тоже ходила в Антанту, они воспринимались как враги. Ну, как же так? Там, не знаю, Франция ведет войну против Германии, а тут находится агитатор, который говорит, штыки в землю, надо кончать с этой войной. И Троцкого, который жил во Францию, выслали в Испанию. А испанцам он тоже не понадобился совершенно. Зачем этот агитатор антивоенный? Его выслали в Соединенные Штаты. И он прибыл в Соединенные Штаты. И это и пребывание Троцкого в Америке. А теперь трактуется, как это, вот оно, где, когда он был завербован американцами, был отправлен в Россию, свершить революцию. Троцкий пробыл там два месяца, и там практически каждый день его известен. Он выступал, он писал в газеты, работал в библиотеке, и он знакомился с американским образом жизни. Он, пожалуй, первым из российских политиков обратил внимание на стремительное развитие Соединенных Штатов, которые тогда еще были в стороне от больших дел. И он тогда заговорил с тревогой, что скоро Европа уступит главное место Соединенным Штатам. Произошла февральская революция. И Троцкий, первое, сразу стал предпринимать все, чтобы вернуться на родину. Второе, он сразу сказал, что после временного правительства к власти придет правительство рабочих и крестьян. И никто ему не поверил, и все сильно ошиблись. Временное правительство старалось помочь всей эмиграции вернуться, что не нравилось правительству многих стран. Троцкий сел на корабль с семьей, в Канаде их сняли, посадили. Потом все-таки отпустили. С трудом добрался до родных мест. Но когда он прибыл в Петроград, то сразу же вступил в политическую борьбу и в политический союз с Владимиром Ильичем Лениным. Вот в 1917 году Ленин и Троцкий образуют мощную двойку. Между ними нет никаких... Летом 1917 года между ними нет уже никаких противоречий. И Ленин публично говорит, что нет лучшего большевика, чем Троцкий. Хотя Троцкий принадлежал к меньшевикам, но летом 1917 года его принимают большевистскую партию, избирают в состав Центрального комитета партии, он становится ведущей фигурой среди большевистского руководства. Но надо только еще вспомнить, что к моменту свершения февральской революции большевистская партия была совершенно незаметна. Она была очень малочисленна, куда более значимой. Была партия эсеров, социалистов, революционеров, которые представляли крестьянство. А 85 примерно процентов населения России было крестьянство. И это была главная партия в стране. А большевики были достаточно незаметной партией. В Петрограде не было видных большевиков. Февральская революция прошла. Помимо них, с возвращением Ленина из Швейцарии оживает большевистская партия и начинает вокруг себя группировать людей, которые разделяют столь же радикальные взгляды. Временное правительство никуда не годится. Его нужно убрать. К власти должны прийти рабочие и крестьяне. Их с Первой мировой войной нужно немедленно покончить. И тут Троцкий с Лениным абсолютно и идут. Но Россия находит в состоянии войны с государством Четверного Союза. И когда большевики призывают покончить с войной, штык в землю, это воспринимается как государственное преступление. И когда очередное выступление большевиков против войны совпадает с началом немецкого наступления на Восточном фронте, то их точно называют предателем. И составляется ордер на арест Ленина и других большевистских руководителей. И Ленин исчезает. Это, между прочим, история, которая ему в ту пору дорого стоила. Потому что он исчез. Он не хотел, чтобы его посадили. Я думаю, что причиной тому была судьба его старшего брата, которого казнили. И он не хотел повторять его путь. Ленин исчез. И ключевые события лето и начало осени 17-го года проходят без Ленина. Власть большевики возьмут без Ленина. Власть большевики возьмут под руководством Троцкого. В отсутствие Ленина Троцкий становится фигурой номер один. Его избирают председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. А это власть параллельная временного правительства. И с каждым днем власть Петросовета становится больше, а власть временного правительства становится меньше. И Троцкий не испугался ни ареста, ни тюрьмы. Он написал обращение к временному правительству, что если вы считаете руководителя большевистской партии предателем и считаете нужным их арестовать, прошу арестовать и меня. Его арестовали. И практически сразу отпустили, потому что возмутилась практически вся политическая верхушка в Петрограде. Как же так? Это же Троцкий. Ключевую роль сыграл один из министров временного правительства из партии СССР Виктора Михайловича Чернова. Он был Троцкому обязан в жизни. Дело в том, что в какой-то момент эта взбунтовавшаяся толпа, нужно представлять себе, что Россия летом 17-го года из нормального государства превратилась в нечто хаотическое. Вот какая-то толпа окружила Чернова и хотела его линчевать, просто убить его. И в эту минуту появляется Троцкий. Он останавливает этих людей, есть очевидцы. Произносят короткую речь, люди расходятся, и он Чернова, который уже практически попрощался, жизнью спас. И Чернов пошел к Керенскому, и Троцкого освободили. И Троцкий становится ключевой фигурой. Что ему удалось сделать? Ему удалось главное. Он переубедил Петроградский гарнизон. Власть временного правительства опиралась на то, что части Петроградского гарнизона сохраняют веру в государственную власть, то есть во временное правительство. А Троцкий переубедил гарнизон Петроградский, он перешел на сторону большевиков. Поэтому 25 октября большевики взяли власть практически без коропролития, практически без применения силы. Некому было защищать временное правительство. Кроме того, сразу же проснулся и организаторский, да, Троцкого. Он был одним из немногих людей в большевистском руководстве, кто умел организовывать, не только убеждать в своей правоте, но и организовывать. И Троцкий на заседании Петроградского совета сообщил, что власть временного правительства рухнула. И увидев в зале только что вернувшегося Владимира Ленина, его еще не все узнали, потому что он был брит и стрижен наголо. Он так маскировался. Сказал, здесь присутствует Владимир Ленин, которого мы не могли видеть некоторое время, и предоставил ему слово. После этого было сформировано правительство, в котором Троцкий занял пост наркома по иностранным делам. Но в ожидании мировой революции Ленин и Троцкий решили, что они должны сделать главное – покончить с войной. Покончить с войной они хотели по одной причине. Это обещание вернуть солдат домой привлекло на их сторону военно. Армия рассыпалась, армия хотела вернуться домой. Это же из кого состояла русская армия того времени? Из крестьян. А что значит крестьяне? Там же земля. Ее же нужно обрабатывать. Крестьяне в отпуск не ходили, надо работать постоянно. Там земля, она пропадает без меня. Кроме того, там жены, которые одни и так далее. Крестьяне хотели вернуться домой. И Ленин с Троцким это обещали. И поэтому армейская масса поддержала большевиков. Теперь надо было заключить мир. И Ленин был уверен, что проблемы никакой не будет. Поскольку государство Четверного Союза, то есть Германия, Австро-Венгрия, Турция, Османская империя и Болгария фактически уже терпят поражение, то они будут счастливы прекратить войну на Восточном фронте, перебросить все части на Западную и продолжить войну. И поначалу, когда начались переговоры в Брест-Литовске, то в общем действительно имелось в виду, что сейчас просто закончатся боевые действия и все останутся при своем. Но германские генералы, можно себе представить этих персонажей, в первую очередь это был генерал Людендорф, который потом поддержит Адольфа Гитлера, генерал Людендорф был вторым человеком после генерала фельмаршала фон Гинденбурга, который станет потом президентом страны, Людендорф сказал, нет, пусть заплатят территориями и деньгами. Россия должна была отказаться от немалой части территории и заплатить немалую контрибуцию золота. И Троцкий, который вел переговоры в Брест-Литовске, отказался это делать. Его за это будут потом пинать все годы, пока существовала советская историография. А за что его пинать? Он сказал, я не поставлю подписи русской революции под этим грабительским договором. Как это отказаться от родной земли? С какой это стать? И он вернулся в Петроград большевики не знали что делать, потому что подписывать такой мир действительно невозможно. Но немцы не успокоившись начали наступление. И тут Ленин понял простую вещь, которую не понимал Троцкий. Главное исходило, из чего исходил Владимир Ильич? Главное удержать власть большевиков. Не имеет значения, но хотят получить полстраны, пусть получат. Главное нам здесь удержать власть, мы потом свое возьмем. И Ленин фактически заставил своих соратников, он просто вынудил согласиться на подписание в Брест-Литовске мирного договора. Еще никто из большевиков подписывать не хотел ехать этот позорный мир. Ленин заставил, и действительно Россия отказалась от огромных территорий. И кроме того заплатила колоссальную контрибуцию. Территорию потом частично удалось вернуть, потому что осенью 1918 года, когда Германия потерпела поражение, договор Брест-Литовской заключенной был аннулирован и его действие закончил. Но деньги, отданные Германии, вернуть уже не удалось. Территорий подал в отставку. Ленин тоже изумелся, что это у нас тут за буржуазные привычки в отставку подавать. Но Территорий сказал, нет. Я подаю в отставку, ушел, и он очень понадобился на другой должности. Дело в том, что началась гражданская война. Началась она по двум причинам. Во-первых, потому что большевики стали не только наводить политический порядок, уничтожив всю законодательную систему, но и стали строить коммунизм, что привело сразу же к голоду, разрушению экономики. И кроме того, русское офицерство, все, кто воевал в Первую мировую, не простили им Брест-Литовского мирного договора, не простили этого позорного договора. И началась гражданская война, в которой против большевиков выступила тогда практически большая часть страны. А армии-то у большевиков нет. Армия-то разбежалась, люди разошлись по домам, армию надо было сформировать просто с нуля. В январе Совнарком принял решение о создании армии добровольческой. Поначалу думали, ну, сейчас добровольцы хлынут, будут воевать. Через месяц-другой стало ясно, что армии нет, а белые формирования наступают, и если власть хочет спасти себя, то она должна обрести армию. И тогда Ленин сделал Троцкого народным комиссаром по военным и морским делам. И в марте 18-го года Троцкий принял это назначение, и все думали, что в ней ничего не выйдет. Через полгода Красная Армия располагала миллионом солдат, миллионом бойцов и командиров. Более чем миллионная армия противостояла белым армиям и в конечном счете одержала победу. Троцкий не был военным человеком, не получил военного образования, но в отличие от многих других своих коллег-большевиков, он понимал простую вещь, что военное дело, дело серьезное, и заниматься им должны профессионалы. Профессионалы это офицеры. Да, конечно, а для большевиков офицеры, золотопогонники, враги, прислужники царского режима, которых надо уничтожать, но Троцкий подходил к этому совершенно иначе. Это профессионалы, которыми нужно воспользоваться. Он говорил, что если хочешь построить свечной заводик, то нужны профессионалы, так и в армии. И он сделал что-то невероятное. Он привлек на службу в Красную Армию огромное количество профессиональных офицеров. В Красной Армии служило больше выпускников Николаевской Академии Генерального Штаба, чем в Белой Армии. Николаевская Академия Генерального Штаба давала замечательное образование. Из 100 командующих армиями в Красной Армии 82 были бывшими офицерами. Из 20 командующих фронтами 18. Естественно, все начальники штабов, все те, кто определял, как вести военную кампанию, кто планировал боевые операции, кто всем этим покорил, все это были бывшие офицеры, которых в армию привлек Троцкий. Это стоило ему дорогого, потому что товарищи-большевики сплотились против него. Эту оппозицию Троцкого возглавит потом Сталин. Сейчас мы отдельно на эту тему поговорим. По двум причинам. Ну, во-первых, догматическое. Золотопогонники наши враги. А вторая, другая. Естественно, в эпоху революции появились атаманы, в широком смысле этого слова, командиры, которые сами хотели быть командующими армиями, фронтами, такие как Семен Михайлович Буденный, Климен Кефиримович Ворошилов. Они не хотели подчиняться военным. С какой стати это они будут прислушиваться к профессиональным военным. Это отличало их от людей, понимавших, чем делать. Михаил Васильевич Фрунзе, который тоже не был военным человеком, понимал, что он политический руководитель. Поэтому начальниками штабов у него все были высокопрофессиональные военные генералы, они обеспечили ему победой. И Михаил Васильевич Фрунзе брал Крым и тем самым закончил гражданскую войну. Троцкому это дорогого стоило и на партийном съезде такая военная оппозиция ему противостояла. Но на его стороне был Ленин. Потому что Владимир Ильич сразу понял, что у Троцкого получается. Был создан революционный военный совет республики, которому принадлежала вся власть в России. Председателем военцовета был назначен Троцкий. В какой-то момент фактически он был военным диктатором. Ему подчинялось все. И вооруженные силы, и военная промышленность, и все структуры, которые должны были обеспечить боевые действия. Чем он проявил себя? Невероятной своей храбростью Ленин обращался к нему и писал, что всякое ваше появление на фронте поднимает дух. Поэтому не откажитесь, пожалуйста, едьте еще и туда, и там вдохновить бойцов. Это требовалось постоянно, потому что, конечно же, Красная Армия формировалась на ходу, и были более боеспособные части, менее боеспособные части. Троцкий появлялся там, и действительно он умел вдохновлять людей. У него был какой-то невероятный ораторский дат. Надо же понимать, что в ту пору никакой техники не было. Люди обращались к огромной толпе, просто вот надо было говорить, каким-то образом нужно было увлечь. И он мог говорить очень долго, крайне убедительно, и люди, собравшиеся его послушать, принимали его точку зрения, вдохновленные им, отправлялись в бой. Он сыграл колоссальную роль в формировании Красной Армии, и в одержании военной победы, который позволил большевикам остаться у власти, хотя поначалу казалось, что шансов никаких нет, потому что им противостоит огромное количество различных сил, белых сил, в углах которых стоят крупные генералы, и у которых поддерживают антанды, у которых есть оружие. Тогда же в Гражданскую войну, это очень важно, зародилось противостояние Сталина и Троцкого, которое сыграло колоссальную роль. Почему это возникло? В принципе, они были на равных оба наркома, оба члена Политбюро, это высшая инстанция в Коммунистической партии, но Троцкий был фигурой общероссийского масштаба, его знали все, Сталина не знал никто, потому что Троцкий выступал, а Сталин не был оратором. И кроме того, он занимался такими не очень значимыми вещами, но был наркомом по делам национальности, повысказал рабочую крестьянскую инспекцию, не ключевые отрасли в момент, когда ведется война, а Троцкий руководит войсками. Лето 18-го года Сталина отправили в город Царицын, который потом стал называться Сталинградом, а ныне это Волгоград. Отправили его для того, чтобы обеспечить поставки хлеба. Хлеб был, а зерно, было на юге, а центральная часть России голодала. Он должен был обеспечить эти поставки. Заниматься зерном, психохозяйственными делами Сталину было не очень интересно. Его интересовало другое. Знаете, за год, проведенный в Петрограде, он совершенно изменился. Я очень интересовался, каким был Сталин до революции. Сталин до революции и после революции. Два разных человека. Если бы не произошла революция, нем бы никто и никогда не узнал, потому что жил он тихо и мирно. А когда он оказался в революционном Петрограде, он преобразился. Или, точнее сказать, ученые лучше знают, в нем проснулись те качества, которые могли бы не проявиться. В нем проснулась воля, стремление к власти, готовность ее добиваться, и умение окружать себя людьми, которые готовы его поддержать. В этом был его прирожденный талант, отличавший его от Троцкого. И оказавшись царицами, Сталин нарешает, что он будет руководить и всем городом, и областью, и военными действиями. И стал приказывать военному командованию, который там находился, как вести боевые действия. Военное командование было в ужасе, отказывался исполнять. И тогда Сталин просто их всех сменял, кое-кого там тогда расстреляли. Самая была ужасная история, когда там офицеров согнали на пароход, и его потом утопили. Троцкий пытался возражать, обращался к Ленину, Сталин отвергался и говорил, что тут мы налаженное большевистское руководство, и мы все делаем правильно. Кончилось это все плохо, царицам взяли белые, Сталин оттуда вывез Яков Михайлович Свердлов. И Сталин вот тогда затаил в нем проснулся и ненависть Троцкому, который мешал ему реализоваться и проявить себя как политический и военный руководитель. И вот то, что тогда, в 18-м году, между ними произошло, сыграло ключевую роль. Пока шла гражданская война, Троцкий был на месте. Вот это соответствовало кипучей натуре. Он не сидел на месте, ездил по фронтам. Ему было, безумно хотелось добиться цели сокрушить врагов и сделать так, чтобы большевистская власть восторжествовала на территории всей Советской России. Это удалось. Большевики одержали победу в гражданской войне. И Троцкому стало скучно. Наступили мирные времена, и он просто не знал, чем себя занять. Про Троцкого ходят разные рассказы, что он на самом деле, конечно же, всегда стремился к высшей власти. Это не так. Троцкий видел себя не в роли первого человека и хозяина страны, а в роли некоего мудреца, которому обращаются за советом. И когда заканчивается гражданская война, он просто не знает, чем заняться. Начинает писать статьи о литературе. Хотя говорил, что он не любил литературу. Ничего подобного, скажем, очень высоко ценил Сергея Есенина. Критиковал, правда, бывало резок, достал с корней Ивана Шчаковскому, несчастного, замечательному детскому писателю. Не знал, чем заняться. Ему все стало скучно. И он упустил ключевое обстоятельство, которое прекрасно понимал Сталин, что за власть нужно бороться 24 часа в сутки. А когда закончилась гражданская война, заболел Владимир Ильич Ленин. Причем заболел он очень тяжело, у него были сосудистые нарушения, тяжелые. И он фактически выпал из политической жизни. Началось то, что не могло не начаться, борьба за власть. И в этой борьбе за власть Сталин был намерен добиться успеха. Человеком, который ему мешал, был Лев Троцкий. Поэтому Сталин сумел сформировать коалицию, которая обрушилась на Троцкого. Дело в том, что Лев Нович Троцкий не был таким приятным в общении человеком, как я понимаю, вот читая и воспоминания. Он был колючим по характеру. Что думал, то и говорил. Не стеснялся в выражениях. И коллеги по Политбюро его не любили и боялись. Справедливо полагали, что если бы их судьба зависела от него, то он их бы всех отправил на пенсию или в отставку. И они решили, что если Владимир Ленин уйдет в мир иной, а это вот-вот произойдет, то, естественно, ему наследует Троцкий. Поэтому от Троцкого нужно избавиться, иначе он избавится от нас. И началась мощная кампания против Троцкого. Единственным человеком, который в ту пору поддерживал Льва Давидовича тяжело больной Ленин, который в общем понимал, что происходит. Есть очень известный исторический документ, который именуют завещанием Ленина. На самом деле это его письмо к очередному съезду. И Владимир Ленин даже очень тяжело больным не собирался на тот свет и не писал в завещании, а писал он письмо к съезду, понимая, что он не сможет сам выступить и хотел, чтобы его прочитать. Письмо это окружено тоже немалым количеством мифов. И я даже читал, что на самом деле это письмо создали Ротшильды, чтобы открыть Троцкому дорогу к власти. Если его внимательно читать сегодняшним холодным взглядом по прошествии большого времени, то там два важных обстоятельства. Первое. Ленин характеризует там всех своих соратников, у всех находят недостатки, но только от одного человека в руководстве он хочет избавиться от Сталина. Единственная практическая рекомендация убрать Сталина с должности генерального секретаря ЦК партии. Но там есть и другое, на что не обращают внимание. Ленин характеризует всех, с кем работает, всех, кого он сам поставил на эти должности. Никто из них с неба не свалился. Ленин каждого из них поставил на той или иной пост. У всех он находит недостатки и говорит руководству партии. Вы видите, они все на самом деле никуда не годятся. То есть я только один могу руководить партией. Это очень по-человечески. Ленин пытался уже тяжелой и больной сказать, что нет-нет-нет, пока я есть, все будет работать, а без меня никуда не годится ничего. Именно в эти годы проснулись политические дарования Сталина. Мы с вами говорили, умение окружать себя преданными людьми, умение завоевывать на свою сторону людей, организаторские таланты. И он просто организовал целую кампанию по борьбе с Троцким. Мы Троцкого стали находить безумное количество недостатков, вспоминая все его промах и просчеты. И поскольку огромное число людей, практически все партийное руководство было заинтересовано в том, чтобы избавиться от Троцкого, то компания приобрела серьезный характер. А уж после смерти Ленина атака была прямой, через какое-то время Троцкого лишили должности наркома по военно-морским делам, представителя Реввоенсовета и так далее. Он еще оставался, правда, членом Политбюро. И тогда пошли разговоры о том, что Троцкий на самом деле возглавляет оппозицию, что есть такое движение троцкизм, что есть его сторонники троцкисты, что это крайне опасно для единственной партии, и именно поэтому мы с этим боремся. На самом деле не было никакого троцкизма, как комплекса идей, которые будто бы проповедовал Лев Давидович Троцкий. Не было никаких троцкистов, то есть людей, которые организовывались для того, чтобы выступать за Троцкого. Троцкий как был, так оставался таким марксистом догматикой. И набор его взглядов ничем не отличался от взглядов абсолютного большинства руководителей партии. В чем была причина конфликта? В том, что Троцкому не нравилось, что диктатура, которую он же, как и Ленин, и другие, установил в стране, установилась и внутри партии. ему почему-то наивным оказалось, что вот в стране может быть диктатура, а внутри партии должна быть некая демократия, должна быть некая свобода мысли, должен быть обмен мнением, где люди должны находить ошибки друг у друга, исправлять их, предлагать какие-то разные варианты. Почему ему казалось, что внутри партии это возможно? Трудно себя сказать. Но он свято в это верил. И в этом смысле его поддержала молодежь в стране. И борьба, вот это самое главное, пожалуй, борьба против Троцкого, она привела к очень пагубному последствию. Удар пришелся по образованной части русского общества, по научной молодежи, по интеллигенции, по студенчеству, потому что они вот эти идеи Троцкого поддерживали. Они не видели его руководителем страны, они не собирались делать его вождем, но им эти идеи, что нужно все обсуждать, что должна быть дискуссия, что должна быть некая свобода мысли, что у людей должны быть разные взгляды. Очень нравилось, особенно научная молодежь. Ну, в науке же не бывает без дискуссий. Когда защищаешь диссертацию, у кандидата два оппонента, у доктора наук три оппонента. Это нормальная вещь. Они думают, что такое уже будет и в политике. И борьба с Троцким она привела вот к уничтожению вот этого духа и к большим потерям среди интеллигенции. И тогда же борьба против Троцкого она обрела антисемитский характер. Вообще говоря, надо сказать, что большевики пришли к власти с намерением бороться против национализма и антисемитизма в том числе. И поначалу так и было. И действительно прилагались колоссальные усилия, чтобы от этих пороков, недостатков, предрассудков избавиться. Но борьба с Троцким неминуемо обрела этот характер и достаточно глубоко, хотя и негласно, распространилось по стране и внутри партии. У Троцкого не оказалось никакого умения бороться за власть. Он очень быстро проиграл эту борьбу. Его сначала выслали в Алма-Ату, а потом выслали из страны, лишили гражданства. Он скитался по миру, пока не нашел убежище в Мексике, где его убили. Его пытались убить несколько раз. И одна из попыток в 1940 году увенчалась успехом. А дома Троцкий, троцкизм превратились в синонимы самого чудовищного, что только может быть. И десятилетия работы пропагандистского аппарата не прошли даром. Когда в перестроечные годы, а потом в постперестроечные годы началось возвращение национальной истории, когда стали всерьез изучать свое прошлое, оказалось, что с этими предрассудками, мифами будет покончено. Ничего подобного. И хотя историки, профессиональные историки наши замечательные, вернули историю, ввели в оборот огромное количество документов, появилось огромное количество научных книг, все равно представления остались теми же. И у множества людей сформировалось ощущение, что Троцкий есть на них как сатана. Просто олицетворение дьявола на земле. Человеком, от которого исходило все худшее, который хотел... Менялись только хозяева, которым он служил. Сначала это были немцы, даже был один автор популярного романа, отрицательный герой, который говорит, что ну что вы говорите, мы фашисты, мы вот... Нет, мы часть только огромной армии, это Троцкизм. Потом старик говорит, что он американский шпион, что он все делал ради американцев, потом что он ради сионистов. Наборов этих очень много, но все те, кто рисовал Троцкого этим исчадием ада, рано или поздно приходили к тому, что на самом деле причина тому, что его еврейские корни. И тут, конечно же, возникает вопрос, в какой степени сам Лев Давидж ощущал все евреи? Ну, в семье, в детстве он идачный изучал еврейский язык, которым пользовались еврейские подданы Российской империи, не знал, говорили там на русском и на украинском языке из Херсонской губернии. И это часть более общей темы, какую роль русские евреи сыграли в революции и в гражданской войне. Почему так много еврейских фамилий среди большевистского начальства? Почему так много евреев-комиссаров? Почему так много евреев-чекистов? Это все точно, говорят поклонники конспиративных идей. Это все точно результат заговора. Они специально проникали на эти ведущие должности, чтобы на самом деле покорить страну. Почему действительно после уже того, как большевики взяли власть, немалое число российских евреев пошли служить новой российской власти в партии большевиков? Ну, по простой причине. Потому что, это надо ясно понимать, национальные меньшинства, небольшие этнические группы всегда преданы государству, крепкому государству. Потому что они понимают, что в крепком государстве будет житься лучше. Это правда так. Когда шла гражданская война, было хаос и анархия. Огромное количество евреев убивали, особенно территорию Украины, где вот не было крепкой власти. Поэтому евреи, которые пошли служить советской власти, были государственниками. В определенной степени они заменили немцев. Вот в царской империи очень много было чиновников немцев, что же вызывало большое раздражение. Немцы приехали в Россию, потому что их приглашали жить и работать. И они приезжали, жили и работали. Были очень преданы государству, потому что их государство пригласило. Точно так же евреи были государственниками, которые служили в новой государственной власти. И когда они становились большевиками, фактически забывали о своем еврейском происхождении, не воспринимали себя как другую этническую группу. Ведь действительно большевики верили в то, что эти этнические, национальные различия, они все исчезнут. Будет единое сообщество, такое коммунистическое сообщество, в котором все это не будет иметь ни малейшего значения, ни этническое происхождение, ни цвет кожи, ни конфессиональная принадлежность, то есть принадлежность то ли иной и религии. И, конечно же, Троцкий, как преданный марксист, совершенно не думал о своем еврейском происхождении, хотя имел его в виду, но только в одном смысле. Это он на пленуме ЦК говорил, что он сопротивлялся всегда высоким назначениям, по той причине, чтобы не возбуждать антисемитизм среди врагов советской власти. Но вот это у него совершенно не получилось. Антисемитические настроения достаточно широко распространяются и среди врагов советской власти, и среди ее сторонников. И это имело большое значение потом. Надо сказать, что вот это неисчезновение мифов, каких-то предрассудков, которые существуют так долго, ставят в тупик многих ученых. Я вам хотел рассказать только, что в Соединенных Штатах провели большое исследование относительно антисемитских настроений в обществе. И результаты были таковы, что поставили авторов исследований в тупик. Те, кто затевал это исследование, американские социологи, были уверены, что антисемитские настроения в Америке распространены среди людей старшего возраста, но не среди молодежи. Почему? Потому что молодежь более образована, к ее услугам больше источников информации. Ну и вообще она более толерантна и терпима к различиям в образе и во внешности людей. И колоссальным образом ошиблись. Это было такое очень продуманное исследование. Там задавалось 14 вопросов относительно роли евреев. И выяснилось, что количество людей, которые верят во все эти предрассудки, что евреи – особая раса, которая на самом деле мечтает завоевать весь мир, мечтает остальных покорить, мечтает владеть всеми деньгами, управлять искусством и так далее. Среди молодых людей этот процент такой же, как среди пожилых. То есть эти предрассудки, эти мифы не умирают. Почему? Ну, авторы исследований, вот я прочитал, считают, что все дело в широком распространении безумств в социальных сетях. Социальные сети атакуют людей. И когда человек включает и что-то начинает читать, на него обрушивается море совершенно безумной информации. И дезинформации, точнее. Я думаю, что дело не только в том, что распространяют социальные сети, но и в том, что… Ну, что такое ментальность? Это представление человека об окружающем мире, который формируется, ну, в первые 17 лет. Кем формируется? С семьей в первую очередь. Семья, потом там двор, школа, там средства массовой информации и так далее. Но первая семья. И если родители, близкие люди, у себя дома, в присутствии маленького ребенка что-то говорят, это им усваивается и уже никуда не девается. Вот эти вот мифы, в том числе антисемитские, конечно же, передаются из поколения в поколение. Они живут и существуют. И это определяет очень многое. Но опасность этих мифов больше всего демонстрирует история 20 века, когда в 20-х годах антисемитские мифы, антисемитские предрассудки настолько широко распространились по территории Европы, что привели к Холокосту, к массовому уничтожению евреев. Как это произошло? Почему произошло? И неужели нельзя было это остановить? Мы с вами обязательно обсудим и начнем в следующий раз с разговора о том, что такое расовый антисемитизм и как он возник. Если вам интересно все это, то ставьте лайки под этим видео, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube.